Пауэль, ну вот теперь самое время поговорить про цивилизованное рабство в Эстонии и про бедность. Мне жалуются люди, что вот они работают там, допустим, 8 часов человек работает на хозяина, и там 4 часа на себя, и это не такая большая зарплата у него, и так далее. Вот все, в принципе, наемные работники недовольны своей зарплатой и, как бы сказать, вот этим положением дел, когда их боссы практически ничего не делают, как они считают, а получают там огромные деньги, да, а они в поте лица добывают свой хлеб. Вот как изменить эту ситуацию? Как Гейгель сказал, или ты выбираешь, они свободны или не свободны, как ты думаешь? Я думаю, что они не свободны, они хотят быть рабами. А что значит свобода? Свобода это, ну, в Эстонии люди свободны или не свободны? Я думаю, что вот система такая, что они не свободны. Почему? Потому что, экономически, потому что, в принципе, возможностей здесь не так много. В силу просто маленького рынка там и так далее. У тебя есть возможность выбирать? Или пойду туда работать, или пойду туда работать? У тебя есть возможность? Или кто-то заставить тебя? Вот. Принудительного труда де юре не существует. И в Конституции об этом сказано тоже. Но люди вынуждены работать, потому что, скажем так, они иначе, они вынуждены наниматься, потому что иначе они не могут заработать. Я знаю несколько таких случаев, когда человек пробовал начать предпринимательскую деятельность, и, в общем, он изготавливал хороший продукт, но рынка сбыта не было, потому что магазины не принимали этот товар. Очень хороший пример. У меня, например, тоже был один знакомый, который хотел продать яблоки в магазине, там, сервер. Они сказали, чудесно. У тебя красивые яблоки. Мы согласны. Мы сделаем договор с тобой, минимально 50 тонн, и каждый раз, это я скажу, вот какой день твоя машина будет здесь, по 3,5 тонна, которые все одинаковые яблоки, паркированы на определенное видео, и, если ты согласен, сделаем сразу договор. Ты способен принести 50 тонн яблоков в течение зимы. Да, но вот это и есть матрица, это и есть построенная система, когда вот эти гипермаркеты диктуют свои условия. А что альтернатива? Альтернатива, ты куда предпочитаешь? Ты предпочитаешь идти? Малый бизнес. Или Максима, или политический вокзал, туда, там, где рынок, который ты предпочитаешь? Нет, я так говорю о том, что альтернатива – это малый бизнес, правильно? Пойми. И средний. В мире, это в экономике, очень самый важный аспект, или принцип – это количество. Чем больше твое производство, чем больше твое количество, которое ты продаешь или купишь на рынке, чем больше у тебя будет влияние на рынок. И поэтому, почему вот то, что ты ругаешь, что это капиталистическая система? Капиталистическая система, потому что, потому и успешно, что он с меньшими расходами сумеет производить больше. И ты, в принципе, доволен, что ты можешь купить там чудесный телефон за 100 евро. Или даже, может быть, за 20 евро, если ты не хочешь, это с большим экраном. Но никто, это маленький предприниматель, такого не сумеет производить. Но с другой стороны, мы можем… Окей, ты вначале спросил про кооператив. И вот здесь имеется, в принципе, это решение, что, как сказать… А, может быть, вначале я немножко пойду еще назад. Если я спрошу, когда цена справедливая, тогда цена справедливая, когда есть возможность выбирать. Если ты у тебя смогу, или ты пойдешь на политический рынок, купишь там очень дешево, или пойдешь здесь на Стокман и купишь гораздо дороже, но чудесную, паркированную, очень квалитетную товар. Где у тебя нет проблемы, что, может быть, он не испорчен. Но у тебя есть выбор. Ты сам решаешь. Никто тебя не заставил, или ты, или туда, или туда. Так что сработай. И вот очень хороший пример, например, это самый, если мы посмотрим, капиталисты сумеют сделать работу вместе. Они поставят огромные деньги, это в одну фонду, и будут делать большой бизнес. А рабочие, или маленькие производители, они не могут. Почему? И вот здесь вот очень хороший пример. Вот очень многие русские посмотрят, какой чудесной жизни в Финляндии, или в Германии, или даже в Англии, или в Свечаре, или в Австрии. А почему там? Там не из-за того, что там социалисты. Там из-за того, что, например, если мы говорим про Данию, тогда Тани такой же по территории, даже меньше, чем Эстония. Там, правда, у нас один, полтора или меньше, там миллиона людей. Там шесть миллионов людей. Но там, что, почему, и даже у них это, ну, народное богатство меньше, чем Эстония. Но, ну, что, почему они богаты, там, например, фермеры, так же, одинокие фермеры, начинали сделать совместную работу. Они сделали кооперативу и начинали свое производство продать в Англию. Ну, вместе, один компания. Не каждый фармер отдельно, а один фармер. И благодарю тому, что они начинали, это где-то в 1860-х годах. И в течение 150 лет, они каждый год работали немножко прибыли. Но 150 лет, и это все деньги остались им. И они сейчас богаты. А мы продаем, каждый отдельно хочет продать свои продукты. И тебя это, от тебя берут все. Ты продаешь дешево, потому что у тебя нет влияния на рынок. И, ну, например, я был в одном курсе, или в семинаре в Датсе, и там был такой пример. Они сказали, что, вот посмотрите, вот у нас фермеров. Здесь все фермеры сделали такой кооператив. И мы, все фермеры, купят себе это зерно для свиней. И минеральное удобрение для поля через вот этот кооператив. А этот кооператив купит такое огромное количество в каждый год, что они сумели сделать договор, что, в принципе, они купили, например, эти минеральные удобрения четыре раза в два с половиной раза дешевле, чем в Эстонии. Два с половиной, там никакой татации не надо. Два с половиной раза меньше, потому что у тебя есть влияние на производителей. И, ну, другое, например, пример, это там, ну, в Дании, они производят каждый год 8 миллионов свиньей. Мы производим здесь где-то около миллиона. И все эти свиньи, ну, в принципе, пойдут в один завод, где вот шесть линий параллельно. Там очень много русских, между прочим, работает. И там, в принципе, они все используют. Там, ну, кровь пойдет на производство, только это колос свиней потеряется. Основное все это, в принципе, филе пойдет в Германию, пекун пойдет в Англию, кожа сделает определенные куски, пойдет на обувь производство и нахраждение. Это производство везде. И даже в Эстонии, в советское время, был такой шутка, что в Эстонии все свиньи убили с тинамитом. Почему тинамитом? Ну, если пойдешь в магазин, видишь, там ноги есть, колова есть, уши есть, а остальное все пропало. Остальное все летало в Москву. А в Дании сейчас именно так и есть, что даже вот эти ноги, эти уши, эти все, они, китайцы купят это очень хорошими деньгами. И, в принципе, просто, ну, там есть тысячи отдельные маленькие фармеры. Но если они работают, производят, купят себе продукты и продают свои продукты как один кооператив, тогда они будут богаты. И в чем разница вот кооператива и, ну, бизнес или как акционерное общество? Акционерное общество, идея то, что вот у тебя деньги, у меня деньги. Мы поставим деньги, продаем каждому эстонцу одну штуку и получаем одну евро. Через месяц мы уже миллионеры. Потому что каждый эстонец платил нам один евро, а мы, ну, окей, у тебя полмиллиона, у меня полмиллиона. И мы уже богаты. А если вот кооператив, если ты сам владелец и сам потребитель, тогда нет смысла, что вот я, как предприятие, продаю, беру это самое, одну евро, оплачу, тогда это евро, ты платишь все налоги, расходы, потом налог на прибыль, и потом 50 центов поставишь назад. Ты дурак, если ты так сделаешь. Ты можешь вместо этого, чтобы вот это 50 евро платить государству, и 50 центов платить на расходы государства, оставь себе. И, в принципе, если ты кооператив, это значит, что ты и хозяин, и потребитель. То же самое. И благодаря этому ты будешь получать или дешевле товара или сервиса, или ты будешь, если у тебя влияние, как у гермардации, там, эти, продают эти свинины, они получают огромную хорошую цену свою продукцию. Но только благодаря этому, чтобы все эти фармеры продают эти свинины через одну компанию, которую они сами имеют. И вот эта идея... Так что, в принципе, у каждого эстонца, у каждого русского есть свобода. Что вместо этого, чтобы идти туда работать, это у этого, ну, фирмы, которая тебе платит очень, ну, маленькие деньги. Ну, например, парикмахерские. Вместо этого, чтобы идти в шикарную, это такое, ну, среду, ну, получать очень маленькие деньги. Сделать свою кооперативу, где вот 10 или 5, или парикмахеры работают вместе, это их компания. Если вы работаете хорошо, вы будете хорошие деньги получать. Если вы работаете плохо, все равно, или вы не получаете и там деньги, и там тебя выгоняют. Так что, в принципе, эта система справедливая. И ты будешь богат, если ты будешь что-то дать. А если ты хочешь только, дайте мне, дайте мне, тогда ты ничего не получаешь. Да, ну, в общем, проблема психологическая, да? Все сводится к психологии как раз. И вот это вот рассвоение общества в Эстонии, оно именно вот поэтому и существует, да? Что люди хотят брать себе, и каждый сам за себя только, да? И там обычно еще одна проблема, что почему я куплю этого кооператива? Я пойду куплю там в шикарном магазине. А ты сам будешь влиять. Или как раньше, 20 лет назад, что я пойду дешево, куплю там где-то в подвале, там есть хороший магазин, который очень дешево продает. А это деньги пошло на черную рынку, на мафиозы. И, в принципе, результат был то, что это и мафиозы были богатые, и в полиции у них не были деньги. И порядка не было. А если ты платишь свои налоги, у тебя будет, у мафии деньги нету, и у тебя вокруг порядок. А если ты хочешь теперь, ну, скажем, если мы хотим стать богатыми, тогда мы надо поступать так, как Финляндия, или Тация, или Германия, или Австрия, или Швейция, что мы предпочитаем купить товары от другого кооператива, потому что, если эти деньги крутятся у нас, я куплю от соседа, который там парикмахер, тот купит от этого соседа, который там производит яйца, например. Да-да-да, я понимаю, конечно. И, в принципе, эти деньги крутятся того, а если мы это все деньги поправляем куда-то в Польшу или в Китаю, тогда, естественно, деньги нету. Тут, что касается налогов, то ведь, ну, вы вот такую картину немножко идеалистическую нарисовали, потому что, ну что, люди же платят налоги и так, да, где-то там, но коррупция существует, правильно, бюрократия существует, преступность существует и так далее, здравоохранение тоже, да, там есть проблемы с вами. Да, опять-таки это зависит от нас. Тут еще надо контролировать, правильно, как эти налоги? Нет, нет, контролировать как? Это как в советское время, что там... Государство контролировать, как оно тратит налоги, как президент тратит деньги. Ну, а это, пойми, ты можешь поставить, что контроли, контроли, но теперь потом контроли тоже корруппируют, тогда надо вторые контроли, которые контролируют, контролируют. И потом надо третий-четыре, это, например, Египт. Старый Египт, там была такая проблема, что там огромная система коррупции, это система против коррупции, и все деньги пошли на систему. А вместо того, надо, если это, как сказать, на обрывальве по-эстонски, что мы посмотрим, что мой сосед сделает. Если ты не согласен с этим, скажи, что это... То есть надо протестовать, в принципе, да? Нет, не надо протестировать, но очень эффективно поставь бойкот. В принципе, ты каждый день решаешь, какой будет среда вокруг тебя. Кому ты работаешь, кому ты платишь. Если ты каждый день выбираешь своим денежным карманом, кто будет успешно, кто не будет успешно, и через это ты влияешь на свою среду. Если ты хочешь влиять, посмотри, кому ты платишь. И как он поступает, как. Если он плохой, если купишь товар от компании, которая платит миссионные налоги, свои налоги, не платит налоги государственную миссионную зарплату своим рабочим, ты же влияешь это. Ты не купи от этого компания, платите, купи товар от этого компании, которая честная. Да, честная и справедливая. Но ведь вот эти, те же гипермаркеты, они все платят эту минималку людям, мало платят. Не надо тогда купить. Сделаем тогда кооператив, и купим от своего кооператива. Но там, конечно, тоже в этом принципе у нас тоже есть кооператив, КОП. Но КОП проблема в том, что они не кооператив. Они работают тоже, как в принципе, это акционерное общество. Только там проблема в том, что там нет владельцев. Там в принципе боссы, которые там работают, они работают как для себя. То есть это обман тоже, да, такое. А в принципе, никто нас не мешает. Это сделает общество, купить. Мы можем начинать самое простое от того, что сделаем сегодня очень простое. В одном доме, скажем, сделаем кооператив. Можем сделать это, в принципе, есть решение через компьютер или через мобильный телефон, что каждая отдельная это купит, а это все будет один, как заказ на магазин или на какой-то склад. И от этого склада тебе к тому принесут все товары гораздо дешевле, чем ты купишь, потому что ты купил опто. И чем больше опто будет, чем дешевле твои товары будут. Да, конечно, это все понятно, логично, да. Но вот не получается. Проблема в людях. Вот они люди, люди мыслят, что тот должен сделать так, что у меня хорошо. Вот если мы... А правительство разве не должно вот этим, вот так сделать? Ну а как они могут это сделать? Их же выбирают. Я не знаю, как русскому языку говорю, да и историческом языке, что мне очень не нравится. Все говорят, почему государство не сделает это? Почему государство не сделает это? Почему государство не помогает мне? А государство это ты и я. В принципе, ты скажешь, почему я себя не помогаю? Ты дурак. Ты измититель... Нет, ты измитительность. Ты скажешь, почему правительство ничего не сделает? Да, правительство. А правительство может сделать, во-первых, столько, сколько ты налогов платишь, и во-вторых, сколько там коррупции, и сколько там профессиональности. Если там профессиональные люди и маленькие коррупции, то получается много. Если там большая коррупция и необразованные люди, то получается очень мало. Но это, например, один хороший пример. В Швеции, все общие налоговые, в принципе, 56% национального продукта платят как налоги. Два раза была там одна партия, которая предложила на выборах, что мы будем уменьшать налоги. Никто их не выбирал. Почему? В то же время Италия, где налоговые, это где-то 32%, все меня обманывают. Почему? Потому что в Швеции, ты получаешь, государство сделает тебе действительно все. И ты чувствуешь, что я плачу и я получаю. В Италии ты платишь, но ничего не получаешь. А в Эстонии как? Ну, я бы сказал, что Эстония, в принципе, я был когда-то 20 лет назад советником парламента, итальянского городского дума, и был менеджером киевского финансового директора. И, в принципе, я скажу, что я не знаю лучшего системы, чем Эстония, более эффективную систему. Потому что, в принципе, мы даже, в Эстонии почти миллион, или немножко меньше, чем миллион людей, чем в Латвии. Но мы получаем больше налоговую прибыль, чем в Латвии. Как это возможно? Ну, сравнительно с Латвией лучше. Ну, и в принципе, эстонская система один самый эффективный, и один, между прочим, который самый хороший в этом системе. Понимаешь, налог на прибыли, на предприятие. Нормальная система так, что, вот, скажем, мы скажем, что все, все прибыли, которые в предприятие поступало, это под налогом. Ну, как это понимать? Если ты поставишь свои деньги, это на свой счет, это банку, в принципе, они получили деньги. Они должны платить, что налог. Да, должен начинать написать, что не все деньги, которые поступали в предприятие, не сразу под налог. Например, я сделаю с тобой страховый контракт и плачу тебе 100 евро или тысячи, ну, 100 евро. Что один год я буду, там, это страхован или дом или квартира или там что угодно. В принципе, они получали деньги, они должны платить налог. Но в реальности никто же не знает, может быть, у них будет 90 тысяч расхода, потому что у тебя дом бы сгорел. И через год, в реальности, через полтора года мы знаем, или он получил 100 евро прибыли, или потерял 990 тысяч. И поэтому вот написать на закон это все и проверять, когда тебе прибыль, который поступал, или это прибыль, или это не прибыль. Или расход, расход, или еще не расход, или когда будет расход. И благодарю этому, если ты посмотришь английскую, налог на прибыль на корпорации, это 8 тысяч. Германская 4 тысяч, и голландская 2 тысяч. Эстонская, где все вместе, и налог на человека, налог на капитал, налог на предприятия, все вместе где-то 50 тысяч. 50, и 8 тысяч. Есть разница? И вот, благодарю, почему наша система такая простая, что у нас нет проблем. Прибыль, прибыль. Расход, если он связан с бизнесом, расход. Наши интересуют только вот, если вот предприятие перевел деньги, или как зарплату, или как дивиденды, или как натуральное, там, спасение, что-то получили, катался с машиной, или платили квартиру, или купили еду, натуральный бенефит, называется в английском. Это только тогда платишь, потому что если перевод на человека, тогда мы платим. А пока ты не разделил, пока деньги крутятся в предприятии, тогда это не объект. И благодарю этому мы не тратим деньги, мы не тратим время официальных налоговых. Органах. А? Ну, в общем. В органах налоговых, да, на то, чтобы это все считать. Но это, но это хорошо, да. Но речь-то о другом идет, о том, что люди-то бедные. Люди бедные. И недовольные, и работают по 12 часов. Во-первых, относительно бедные. Если ты сравниваешь нас с Африкой, или большинство мира, так мы богатые. А давайте с богатыми сравниваться. А почему они богатые? Они, потому что богатые, что они сделают совместную работу. Мы дураки. Мы, кажется, хотим один работать, индивидуально. То есть, эстонцы дураки. Да. Потому что мы не сумеем с ними кооперировать. И поэтому, если, ну, самый хороший размер, например, например, таллиннские вещи. У тебя один компани, у тебя 100 тысяч, ну, 7 и, скажем, там, 4 тысячи потребителей. Это у тебя огромное стадо баранин, которые ты можешь каждому это от шкуры взять. Чудесный бизнес. И у них нет альтернативы. Или есть? А нет конкурентов. Потому что они все, нет. А в принципе, расход есть. Альтернатива есть. Альтернатива очень просто. Когда тебе поступает счет, или ты платишь это прямо, таллинновеси, или сделаем кооператив таллиннские водопотребители. Добавляй 10 центов. 10 центов тебе ничего не стоит. А если мы уйдем 10 центов по 100 тысяч, там будут огромные деньги в этом компании. И эта компания будет платить таллинновеси. А у нас теперь получается ситуация, что у нас не один борг и 100 тысяч паранин, вот 4 тысяч паранин. У нас два борга. Один хочет продать, один хочет купить. Оба нуждают друг друга, и они ровные. Потому что у него нет альтернативы, кому он продает, больше некому продать. И они могут начинать договориться, какая цена справедливая. Что не то, что в этом году я хочу 40% профита, в следующий год я хочу 60% профита, потом 100% профита. А если бы таллиннские водопотребители сделали, купилировали, тогда мы были сразу богатые, богаче. Почему мы это не сделаем? Я сколько писал артиклы, цитал лекции, никто не слышал, никого не интересует. Я лучше богатый, а я ленивый. Почему заниматься с этим, сосед дурак, это тот там тоже дурак, это в принципе, там нечего делать. Я лучше бедный, чем я не хочу стать богатым. Результат я могу сказать, в эстонце. Так что, а если люди дураки и ленивые, тогда они будут бедные. Так что, я бы сказал, что эстонцы свободны. У нас есть свобода выбирать. Но если мы не хотим выбирать и сам рисковать, тогда мы будем пока бедные. Спасибо. Хорошо.